И всем привет, ребят, с вами Старбайк, если записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня мы вместе с вами обсудим самую наболевшую тему, которая была у нас на протяжении всего этого года и того дня, когда у нас всё это только и только начиналось. Это тема Дедоса и та тема, которую на этот день рождения Орех полностью уничтожил и переиграл Дедосера. Сегодня мы поговорим о Досе, поговорим о том, что у нас всё работает. Это даже для меня лично выглядит очень неожиданно. Ну и обсудим, какие сейчас идут моменты и почему у Дедосера ничего не получилось. Хотя я, если честно, думал, что как раз-таки Дедос-атаки будут на день рождения игры. Но Дедосер ничего не смог сделать против Ореха. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вы ещё вдруг не подписаны, не прожали лайкозаврик. Обязательно оформляйте и лайк, и подписочку на канал. Также, конечно же, не забывайте в настройках игры в аккаунтике устанавливать ему личный такт, тактимп. Дальше оформлять покупку в магазине, ну и заполнять форму, которая есть в описании. Буквально пару часов назад у нас в игре были первые рестарты. И я, честно говоря, думал о том, что это уже Дедос. Потому что у нас как бы была та же самая картинка, нельзя было войти в игру. Я уже думал, блин, ну не может быть. Ну что, опять Дос, опять этот весь контактик, и всё, как год назад. Но нет, Дедоса нет. И, как я уже говорил, скорее всего, всё это дело было связано именно с пробитвами. Через пробитвы была лазейка, через которую Дедосер мог ложить игру. Ну и Орех уже на радостях. В очередной раз пишет в чате о том, что он извиняется. То, что были технические рестарты. Обещаю бить по рукам, что больше бы не делали сегодня такой бескрайней необходимости. Ну и то, что нужно вернуть плашечку о рестарте, как было на флэше. Чтобы все знали о том, что у нас всё работает в рамках рестарта, а не чего-то другого. Ну и если Орех пишет подобного рода сообщение в чате, это свидетельствует о том, что Дедоса в нашей игре в ближайшее время 100% не будет. Так как Орех сумел всё это дело защитить. И меня это, конечно, не может не радовать. Потому что я, честно говоря, увидев то безумное количество всяких разных плюшек и ивентов, которые у нас сделали на день рождения игры. Думал, ну блин, ну если опять это всё потухнет в Дедос атаках, это будет максимально печально и грустно. Но у нас этих Дедос атак нет. И это самое главное. Потому что сейчас очень важна стабильность работы нашей игры. Ведь в этот праздник у нас есть всё для интереса, для фарма, ну и для реализации покупок своего улучшения гаража. Да, поэтому очень сильно надеюсь, что и дальше наша игра будет работать без проблем. Ну и то, что в ближайшее время мы сможем спокойно выдохнуть и вдоволь нафармиться. Потому что я на протяжении предыдущих дней, недель особо в нашу игру не играл. Сейчас под такие ивенты, под такой контактик, я думаю, что можно будет и какие-нибудь марафонские стримы тушануть. А если вы хотели бы всё это дело видеть, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на этот замечательный канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и пишите в комментариях, что вы думаете по Дедосу. Будет ли он в ближайшее время? Или Орех сумел стопроцентно защитить нашу игру и Дедоса в ближайшее время точно не будет. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.